Всем привет. С вами канал Артурмания. Мы смотрим, как кушают голуби. До этого смотрели, как киса ковыркается на земле. Вроде нет ничего. И Дима смотрит. А Дима после прививки домой едет. Да, сына? Сына. Всем приветики. Мы пришли, наконец-то, домой. Мы гуляли. Не гуляли, а ходили мы на прививку. Да, Дима? У Димы сегодня АКДС и полиумилит. Или полиумилекс. Я не помню, как она там называется. Правильно? Все время путаю. Получается так, что у нас договор в нашей клинике закончился. Еще 20 сентября. А сегодня у нас 15 октября. А, ну месяц вообще-то, да. И сегодня мы должны были договор продлить, оплатить сумму. Мы состоим не в поликлинике детской, а в клинике с самого рождения. А получилось так, что за один месяц у них цена поднялась. И поднялась на 9,5 тысяч. Представляете? Первый год, когда Дима родился, мы заплатили 23 тысячи, по-моему. 23 или 28, не помню. Второй год программа для деток, которые практически не болеют. 10 тысяч мы заплатили. И в этот раз мы тоже должны были заплатить 10 тысяч. То есть эта программа была. Как бы она есть, все хорошо. И тут буквально за месяц цена поднялась. Я знала, конечно, что цена поднимется. Но я не думала, что настолько так дорого. Я думала, ну максимум она там поднимется. Там тысячи на две, на пять. Ну как-нибудь так. Но не так дорого. Это кошмар просто. Да, Дима? Это очень дорого. И я просто не ошарашила. Я позавчера звонила, записывалась на прививку. И мне тут говорят, сначала мне сказали 18 тысяч. Оказывается она ошиблась. 19,5. Я думала, ну нифига себе. Ну по поводу, мы не стали оплачивать. По поводу нас должны поговорить. Может быть какая-то будет уступка. Вроде сказали якобы, что уступки бывают. Есть. Там финансовый директор уступает. И может быть даже мы оплатим 10 тысяч. Ну нам должны позвонить, конечно, не сегодня, не завтра даже. А только-только послезавтра. Ну посмотрим. Видно будет. Если, конечно, они откажут, тогда, наверное, придется искать. Рядом с домом здесь. До туда нам идти немножечко далеко. Там где-то километра два-три идти. Два с половиной-три, наверное. Вот. А здесь вот рядом с домом прямо у нас есть тоже детская поликлиника. Ну там, ну не знаю, какие-то другие педиатры. Мне моя педиатра очень нравится. Она добрая такая, спокойная. Все. Все. То есть Дима довольно худенький. Она ничего страшного. Он говорит, как бы, все нормально. Вот. Другая бы, наверное, наоборот. Допустим, вот у сестры моей, у нее ребенок, дочка, в 7 месяцев ребенок уже весил 12 килограмм. 12 или 13 килограмм в 7 месяцев. То есть она, педиатр ей говорит, мало. Мало. Надо больше, чтобы она весила. Там ребенок и так уже очень толстенький. Там и щечки пухлые, ножки толстые, ручки толстые. Ну ребенок уже толстенький. Все. И все равно мало. Надо больше, чтобы весил. Больше. Вот. Я думаю, господи, моя педиатра еще хорошая, нормальная. Как бы, Дима худенький. У нас просто не в ком быть толстым. Вот. То есть и Дима, вдобавку, он сам по себе активный. Он постоянно бегает, носится, носится. Энергия вся уходит. Хоть он там и кушает довольно сбалансированно и много. То есть мальчик, да, он кушает много. Но он не толстый. Он никак не поправляется и все. То есть у нас один и тот же вес уже в течение, наверное, с января месяца. А сейчас уже, ну, уже год почти. Только вот недавно я заметила, что у меня ребенок подрос на два с половиной сантиметра. Покажи свой шарик. Идем. Шарик у нас вот такой вот есть. Маленький. Он просто у нас сдулся. Иди сюда. Подойди ко мне. Вот он малыш. Вот он малыш. Да? А все на улице нас до сих пор принимают. Скажи Диму за девочку. До сих пор за девочку принимают, да? Как бы Дима не одевался по-мальчишески. Все равно девочка, девочка. Как девочку звать? Ой, какая девочка. Там, ой, она, 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 что-нибудь там. Да? Все, девочка, девочка. Даже в клуб пришли первый раз. Дима одел майку. На майке танк. Танк был нарисован. Спереди танк, а сзади самолет, по-моему. И она зеленая, и такая камуфляжная там на плечиках. Все. Ну, все, как мальчишечка оделся. Нет же. Ой, какая у вас девочка красивая. Блин, говорю, у меня вообще-то мальчик. Ой, извините. Везде. И постоянно везде. Девочка, девочка, девочка. Да? Да что ж такое? И на улицах люди смотрят странно. Мол, как это так? Девочку одел в одежду мальчика, скажут. Типа, ну что ж это за мать такая? Немножко обидно. Постоянно подходит. За все это время, наверное, за все это лето подошли раза два. Два человека, которые увидели в нем все-таки мальчика. Говорят, ну одежда же мальчика. Я же вижу вроде чего. Вот, все. Мы сейчас будем, наверное, с Димой попозже немножко кушать. Сейчас ко мне сегодня должен прийти мужчина купить две куртки. Две куртки я продаю. Одна короткая мамина. Вот. И одна длинная моя старая-старая-старая-старая. Вот. То есть она, ну, уже старая и довольно. Я много лет ее подряд носила. И она лежала. Я ее уже пыталась отдать даже даром. Вот. Даром пыталась. Никто не берет за вкусняшку. Пыталась никто. И потом я просто цену поставила 500 рублей. Думаю, ладно. Лежит она там себе в шкафу. Мне не мешает. Найдется покупатель. Вот. И другая мамина. Она кожаная. Чисто кожа. Натуральная. Там мед натуральный. Ну, тоже там выставила за 1000 рублей. Вот. Надеюсь, что мужчина сегодня придет. Он у меня уже брал одну куртку. Вот. Я ее за коробку конфет отдавала. Вот. Может быть, и за этими двумя придет. Сейчас я залезла в шкаф. Нашла еще одну куртку. Ну, я помнила, что она у меня есть. Вот. Но она грязненькая. Конечно. Ее надо стирать. Вот. И у нее там как выяснилось. Я думала, блин, может в ней ходить тогда можно. Она такая светленькая, симпатичная. Мех у нее такой красивый. Вот. И оказалось, что у нее молния разошлась. Я вспомнила, что у нее молния вот тут на шее у меня расходилась. Я все время чем-то там заворачивала всякими шарфиками. А молния уже полностью расходится. Но это собачка меняется, скорее всего. Вот. Не знаю. Даже куртка хорошая. Сейчас вам покажу. Предложить ему, не предложить. С одной стороны, навряд ли, конечно, буду ее носить. И как бы и молния там разошлась. И она не стиранная. И плюс к этому у нее грязненькая. Там лаком, короче, измазан. Меня измазали когда-то в Ашане. Я стояла, выбирала лак. И тут как раз женщина, которая все это убирает. Она вся такая в лаке была. И что-то у нее лак что-то из рук выпал. И полетел. И рядом со мной прям пролетел. И там мне прям куртку белую измазал. Сейчас вам покажу этот момент.